Здравствуйте! Срочно требуется донорская кровь. В ней нуждается кондуктор, который пострадал в ДТП с автобусом 53-го маршрута. Это сообщение опубликовали в социальных сетях ее близкие. Смертельная авария с участием автобуса произошла в субботу на улице Новогаевинская. Что на этот час известно о пострадавших и ходе расследования в репортаже Татьяны Овсянниковой. Доля секунды автобус резко сворачивает и врезается в стену. О первых минутах после аварии нам рассказал по телефону Дмитрий, сторож, дежуривший в тот день на территории предприятия, в забор которого врезался транспорт. Я услышал только удар, посмотрел в окно и увидел вот такую трагедию. Увидел, что там переднее стекло разбито у автобуса и девочка, у нее одна нога почти на улице. В разбитом окне, как говорится, сидит уже то ли на комнате, то ли на чем-то, и там непонятно было, которое месило. Первым делом, ну, эту девочку четыре годика достала туда. В субботнем вечером в автобусе, следовавшем в сторону Гаевы, находилось 55 человек. 63-летняя женщина погибла на месте. В тот день она с внуком ездила на центральный рынок за констоварами. Еще 35 пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Из них 10 – это дети. Двое находятся в тяжелом состоянии. Пять человек находятся в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. И трое детишек в отделении травматологии тоже в средней степени тяжести. Ничего жизни каждого из пострадавших детей не угрожает. Из 25 взрослых на этот момент в больнице остаются 24 человека. Среди них беременная женщина. По информации регионального Минздрава, ее жизни и беременности также ничего не угрожает. В числе пострадавших оказался и 39-летний водитель автобуса. В настоящий момент водитель автобуса 1980 года рождения с различными переломами лежит в больнице. Возле его палаты выставлен конвой. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на 48 часов. По истечении этого времени следователи Краевого МВД будут определяться с избранием меры пресечения в отношении водителя. 17 августа в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В свою очередь, Следственный комитет возбудил дело по пункту В части 2 статьи 238 УК РФ. На злополучном рейсе водитель, по его словам, отработал больше года. Серьезных проблем с автобусом не замечал. Как очевидно, и владелец автобуса ИП Дробинина. Эта организация на 53 маршруте является субподрядчиком, а также обслуживает маршрут номер 49. По информации городского департамента дорог и транспорта, с сегодняшнего дня ИП отстранен от обязанностей на обоих маршрутах. Сейчас Управление государственного автодорожного надзора проводит проверку соответствия схемы аренды автобуса лицензионным требованием. Если нарушения найдут, у перевозчика, нанявшего транспорт у ИП Дробининой, будет приостановлено действие лицензии. По словам юристов, непростая схема подряда и субподряда может негативно сказаться на выплате компенсации пострадавшим. Но в администрации заверили, все положенное людям будет выплачено. Пассажиры были застрахованы. По федеральному законодательству предусмотрена компенсация в случае смерти пассажира 2 миллиона рублей, в случае причинения вреда здоровью до 2 миллионов в зависимости от степени тяжести, и в случае причинения вреда имуществу пассажира до 23 тысяч рублей. Мэрия окажет пострадавшим и дополнительную помощь. Семье погибшей пассажирки выплатят 500 тысяч рублей, получившим тяжкие травмы – 300 тысяч, и средней тяжести – 150 тысяч рублей. Перевозчик окажет помощь в похоронах погибшего пассажира. Причины страшного ДТП устанавливает следствие. Предварительно это техническая неисправность. Как сообщили в МВД, версия с выехавшим на встречку такси не рассматривается. Его водитель проходит по делу как очевидец. Кроме того, он один из тех, кто первым оказывал помощь пострадавшим. Татьяна Овсянникова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. В смертельное ДТП под Волгоградом попала еще одна пермская семья. На трассе Волгоград-Котельниково автомобиль Киа-Рио с тюменскими номерами выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с Форд-Фокусом, в котором на юг ехали пермики. Родители и двое детей. 37-летний отец погиб, женщина и дети 3 и 5 лет в больнице. В Киа-Рио погибла двухлетняя девочка. Ее родители госпитализированы. Это уже не первая авария под Волгоградом с участием жителей Прикамья. 23 июля там погибли супруги из села Качево, которые ехали в отпуск на море. Их пятилетняя дочь выжила, но получила травмы. Момент того ДТП запечатлял регистратор. Лобовое столкновение с автобусом спровоцировал водитель праворульной Тойота, который, несмотря на разметку, вовремя не перестроился и выдавил Киа на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель заключен под стражем. Ночевать в стоящем автобусе пришлось пермским туристам по дороге из Крыма домой. В социальных сетях пассажиры рассказали, что по Дыжевскому перевозчик предложил им пересесть в другой автобус и продолжить путь. Но по какой причине, не объяснил. Предложение пересесть никому не понравилось. По мнению пассажиров, другой автобус находился в плохом техническом состоянии. И ехать на нем было опасно. На место пригласили сотрудников ГИБДД. Мы вызвали сотрудников в ДПС. Поговорите с ними. Вы водитель вот этого автобуса? Вы тоже. А чего вы тут рулили? Мы не рулили. Вы пришли, на нас там накричали. На вас никто не кричал. На нас никто не кричал. Вы даже чуть в раку не поделите. Мало ли, что они утверждают. Молодой человек нет. А у него даже посадочных талонов нет. Он на нас на всех. Им проще похоронить 50 человек. И все. После долгих препирательств туристы все же продолжили путь и добрались до Перми. Перевозчик предоставил другие автобусы. Теперь предприниматель не исключает, что будет обращаться в суд. Ведь он понес убытки. С людьми это было оговорено. По условиям договора я имею на это полное право. Пассажиры решили, что автобус это их собственность и устроили бунт. Мне пришлось пригнать из Перми им на выбор еще три автобуса, чтобы они смогли уехать. Пассажиры, в свою очередь, планируют добиваться от него компенсации вреда за подпорченный отдых. Олег Романов, телевизионная служба новостей. Пермики продолжают падать из окон. Причем по выходным. Так, в субботу в Дзержинском районе из окна четвертого этажа выпала пятилетняя девочка. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. А в Орженикидовском районе в ночь с воскресенья на понедельник со второго этажа упала 23-летняя девушка. Она также получила серьезные травмы. Напомним, неделю назад за выходные дни в разных районах Перми произошло сразу пять аналогичных несчастных случаев. Тогда все пострадавшие также остались живы. Начисляли неправильно. Пермский краевой суд признал частично несправедливыми нормативы на общедомовые нужды по электроэнергии. В законную силу это решение должно вступить в сентябре. Как теперь будут платить за электричество жителей домов, в которых общий домовой счетчик не установлен, выясняла наша съемочная группа. Энергосбыт по своему нормативу, а общий домовой прибор учета у нас отсутствует, хочет с нас почти 100 тысяч рублей в год. Реальное потребление дома, мы его рассчитали просто по мощности установок и, кстати, заактировали вместе с энергосбытом, оно составляет где-то 25 тысяч. Разница в 3-4 раза с такими расчетами ТСЖ, Комсомольский проспект, 77 и ряд других домов, не имеющих общедомового электросчетчика, не согласились. И обратились в суд, требуя отменить нормативы, утвержденные в ноябре прошлого года, как экономически необоснованные. Краевой суд иск удовлетворил. У собственников жилья возник резонный вопрос. Как же теперь будут высчитывать новый норматив на ОДН по электроэнергии? В тех домах, где нет ОДПУ, общедомового прибора учета, он и будет высчитываться по мощности устройств, так как то, чего мы добивались. Вот конкретно наш дом имеет только осветительные установки, домофоны и видеокамеры. Это не очень энергозатратные устройства. В ассоциации отмечают, в Пермском крае норматив ОДН по электроэнергии один из самых высоких в стране. А при расчетах допущены просчеты. В Краевом министерстве тарифного регулирования и энергетики считают, что управляющие организации могли бы поставить общедомовые счетчики, которые быстро себя окупят. И вообще, сами виноваты. Один из способов, который, например, хотело выделить министерство, это получить эти данные с сайта ГИС ЖКХ, где по закону управляющие компании ТСЖ должны вроде как размещать данные об общей площади и так далее. Однако, есть в Пермском крае великое множество управляющих компаний и ТСЖ, которые там, по сути, развещают данные неверные. Обжаловать приговор в Верховном суде или разрабатывать новые нормативы с учетом позиции суда, это определят после детального изучения судебного решения, добавили в министерстве. Время на раздумье до 13 сентября. Мы же напомним, что в 2017 и 2018 году нормативы по электроэнергии также отменялись. Правда, никаких кардинальных изменений для потребителей ресурса так и не происходило. Дмитрий Гаврилов, Кирилл Андреев, Валерий Жукунов, Телевизионная служба новостей. Нерабочую рабочую улицу отремонтируют, но пока фонарей не будет. Недавно в одном из выпусков мы рассказывали об ужасном состоянии участка улицы Рабочая вблизи бывшего манежа Спартак. Жители района жаловались на глубокие ямы, лужи, грязь и отсутствие освещения. В администрации города ситуацию прокомментировали, заявив, проблему уже решают. Участок дороги на улице Рабочий от Академика Вавилова до Малкова будет включен в новый муниципальный контракт, аукцион на который состоится 6 августа. В соответствии с ним будут производиться работы по поддержанию дорожного покрытия в нормативном состоянии. В настоящее время участок дороги отсыпан фрезеровочным материалом. Сроки выполнения работ будут определены после проведения аукциона. Что же касается темноты, на этом отрезке Рабочий в управлении внешнего благоустройства обнадеживать не стали. В этом году обустройство уличного освещения здесь не запланировано. Увольняющийся худрук театра оперы и балета Теодор Курензис готов руководить Дягилевским фестивалем в 2020 году. Но на особых условиях, которые он озвучил на переговорах с директором театра Андреем Борисовым. Об этом сообщает новый компаньон. Во-первых, маэстро настаивает, чтобы его работодателем в этом случае был не театр, а власти региона, и договор был подписан с их представителем, губернатором или министром культуры. Якобы это нужно, чтобы с работодателем можно было обсуждать темы, не входящие в компетенцию директора театра. В частности, ситуацию с ДК Солдатова. Курензис хочет, чтобы во время подготовки и проведения фестиваля Дворец культуры стал резиденцией оркестра и хора Мюзика Этерна, штабом фестиваля и личным рабочим местом Курензиса. Кроме того, он планирует проводить в ДК не только концерты, но и театральные показы, а для этого необходима реконструкция оркестровой ямы. Еще одним условием стала сумма контракта. По информации издания, Теодор Курензис определил свою зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. И с обсуждением вопроса проблем не возникло. Эти деньги в бюджете театра есть. Напомним о том, что Курензис останется во главе Дягилевского фестиваля, изначально было заявлено еще в июне, после сообщения театра о намерении маэстро расторгнуть контракт досрочно. Однако после этого худрук опубликовал прощальное письмо, а затем дал интервью, в котором жестко раскритиковал краевое руководство. Мы работали в каких-то синвековых условиях. В УАЕ, когда нет репетиции в зале, или собирались, есть такой храм евангелистов, которые они в свое время купили декаленина, а там наверху, там где бэгают крысы и тараканы, есть такая футбольная площадка, закрытая, деревянная такая. И на этой футбольной площадке, когда у них не было занятий в футболе, или службы и так далее, нам давали возможность репетировать музыку. То есть в этой сцене мы сделали все эти произведения Моцарта, Малера о том, что говорит мир. Теодор Курензис официально покидает пост художественного руководителя Пермского оперного 21 августа. Как худрук Дягельского фестиваля, он должен представить его программу не позднее 1 декабря текущего года. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. Год исторического перелома. В Центральном выставочном зале Перми открыли экспозицию о петроградских событиях 1917 года. Из Музея истории Северной столицы к нам привезли подлинные документы в свидетельство того, как стремительно менялся город на Неве, а вместе с ним и вся страна. Многие петроградские события в точности повторились и в Перми. Наша съемочная группа провела параллели. Петроград 1917-го. На этих фото подробная хроника событий буквально по месяцам. В январе все еще как обычно. На Рождество тосты за государя императора. В Зимнем дворце госпиталь для раненых, ведь шла Первая мировая война. Но уже в феврале забастовки рабочих, демонстрации, столкновения с полицией и первые жертвы с обеих сторон. Петроград охватила волна насилия. Убийства на улицах стали обычным делом. Блестящая имперская столица буквально за два месяца превращается в город, по которому просто опасно ходить, потому что, во-первых, вам тяжело ходить, город не убран. Во-вторых, здесь огромное количество вооруженных людей, происходят постоянные грабежи. Вы думаете постоянно о том, где вам что-то купить, потому что вся вот эта торговая сеть, система, которая складывается на протяжении столетий, она просто разрушена. Март 17-го года император Николай II отрекся от престола, а на Марсовом поле Петрограда хоронили первых жертв революционных беспорядков. Для этого был разработан целый церемониал. Историки говорят, на его основе позже стали проводить советские массовые шествия. А это уже июль 17-го. Рабочие Путиловского завода, матросы и солдаты собрались на митинг, требовали отставки Временного правительства. Чтобы разогнать многотысячную толпу, в город были стянуты войска. Началась пальба с той и другой стороны. В ход шла даже артиллерия. Итог – несколько сотен убитых. Здесь, на этой выставке, представлена подробная хроника событий в политической и общественной жизни страны в 17-м году. То, что показано в фотографиях, текстах и карикатурах, было характерно не только для Петрограда, но и для других городов страны, в том числе и для Перми. Характерная примета того времени – винные погромы. На этом фото – разграбленные погреба Зимнего дворца. Запасы спиртного не уцелели и в Перми, и в других городах губернии. Толпа солдат местного гарнизона буквально разнесла пивные склады и магазины. А тем временем отправка на фронт продолжалась, ведь шла Первая мировая. Тогда начали формировать женские добровольческие батальоны. Желающие вступить в их ряды были и в Перми. Как говорят историки, пермячки пополнили женские части, которые находились под Петроградом. А в октябре им пришлось участвовать в революционных событиях – оборонять Зимний дворец, где находилось Временное правительство. Здесь представлен огромный фотографический ряд, редкие очень фотографии, которые практически не публикуются. Это очень интересный на самом деле материал, который мы представили. Материал, который, может быть, даст возможность что-то понять о нас, о том, почему мы такие. Отдельный раздел – культурная жизнь, которая не прекращалась, несмотря на революционные потрясения. Взглянуть на Старый Петроград с позиции сегодняшнего дня можно до 20 сентября. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.